Дорогие друзья, уважаемые дачники, садоводы, любители гортензии, это питомник-гортензии.рф Вы знаете, мы находимся в гостях, а у кого? У компании Organic Mix Почему мы приехали в гости? Потому что мы хотим рассказать вам о замечательном продукте, об удобрении Organic Mix Который мы начали уже испытывать на наших любимых красивых гортензий И сейчас Андрей расскажет, кстати, это эксперт, испытатель, это самый главный человек, который просто вот это все с самого нуля производит на этих замечательных красавцев И он более подробно расскажет о продукции, потому что, если честно, я много чего испытывал, но именно Organic Mix я понял, что это совершенно новый продукт О котором я еще мало чего знаю, но вот именно Андрей расскажет На самом деле Андрей сказал, что сейчас я расскажу вам про продукт, но речь пойдет не об одном продукте Речь пойдет о комплексе продуктов для полного цикла выворачивания гортензии У нас есть уже все продукты, начиная от почвоулушителя, нового разработанного кислона, который работает с ПАЖ-почвой и может подкислить до нужного вам ПАЖ А также есть укоренитель, биокорень и биотонус, стимулятор иммунитета Есть удобрения для посадки саженцев, которые позволят вам посадить гортензию и лучше ей прижиться и пережить стресс при пересадке Также есть удобрения для гортензии, которые в течение всего сезона с интервалом 40 дней можно подкармливать и гортензия не будет терять интенсивность своего развития Также есть удобрения осенние, которым лучше всего завершить цикл кормления вашей гортензии и выйти ей лучше в осень, фосфорно-калийные удобрения И вот здесь есть все необходимое для того, чтобы вырастить крутые гортензии Ну давай немножко, Андрей, поподробнее это расскажем Вот допустим, с чего лучше здесь начать, по продуктам, да? Ну сначала, лучше всего понять, какая у вас почва Да, понять, какая почва Ну главное выбрать еще растения, вот у нас тут растения, это гортензия тут стоят, вот к примеру там возьмем килиманджаро То есть человек купил себе любимую гортензию, едет на дачу, смотрит, а у него грунт там песчаный, да, суглинистый, там, либо трафяной грунт, либо хороший чернозем У всех разная почва, да, у всех разные грунты Гортензия, как культура, она же любит достаточно слабо-кислый грунт, то есть это примерно по аж 5,5, ближе 6, да? То есть это не то же самое, как допустим, если голубика там она идет, предпочитает расти на более кислом грунте То гортензия, она, наверное, более адаптивная, более неприхотливая Но при этом грунт должен быть воздуховлагопроницаемый То есть максимально воздушный, пушистый, ну, на основе, наверное, органики и торфа, да? Органики и торф, но все равно люди, как правило, у них черноземный участок в основном Но чернозем все-таки у вас в Ульяновске А мы, я приехал, просто говорю, из московского региона, Москва, Московская область Мы живем на болоте Хорошо, и какой у вас паш? У нас паш средний где-то, наверное, 5,5-6,5 Вот как бы так сказать Если 5,5-6,5, тогда практически, используя работать именно с регулировкой паш практически не нужно Это если и добавлять кисло, на что минимальную дозировку Там, допустим, если указана на пачке дозировка от 100 до 300 грамм То максимум 100 грамм, если у вас уже паш, максимально подходящий для гортензии Согласен, но это мы продолжим потом, да? Давай, Андрей, начнем сначала Вот человек приехал, купил себе гортензию, да? Приехал на дачу, выкопал яму там Ну, вот я ему даю инструкцию, там, 40 на 60 яма Заполнил грунтом Кстати, грунт можно будет купить у Organic Mix Потому что у них собственные разработки Я думаю, что они разработают уникальный грунт для гортензий Который можно будет испытывать у себя на даче сажать И не то, что там, знаете, купили вот продукты Есть вот там готовые грунты для растений Вот если честно, я не люблю готовые вот эти грунты Потому что я считаю, что это на основе низинных торфов Все это настолько банально и неправильно Потому что на нем даже ничего не растет Даже с удобрением порой То есть настолько используют низкого качества грунты А есть люди, которые профессионально занимаются грунтами Ну, возьмем там другие разные компании Которые занимаются торфообразованием, там, торфогрунты Но они не комплексные То есть они просто либо кислые, среднекислые там и так далее Но нет готовых продуктов, хороших на рынке Я думаю, что Organic Mix должна такой грунт сделать Обязательно, обязательно в будущем для гортензии Питомник гортензии обязательно просит Да, обязательно будет разработан Человек пришел, выкопал яму То есть глубина 40, ширина 60 То есть яма, достаточно ей на несколько лет, аж на десятилетие Потому что гортензий, поверхностная корневая система Как у рододендронов, по сути, да, там глубоко не уходит Но при этом достаточно объема Сколько объем как бы самого растения, габитуса То есть растения, то есть он разросся на метр двадцать Значит метр двадцать у него будет земляной ком То есть по сути нам нужно выкопать яму и заложить грунт Но это понятно Мы заложили, мы замочили в воде там Все, мы ее посадили Как лучше изначально Вот допустим, возьмем вот это удобрение для посадки саженцев То есть мы можем замешивать это с грунтом, правильно? Все верно, да И био-корень опудрить наш ком И био-корень опудрить корень самого растения, да? Да, да, само-самого саженца То есть по сути мы в воде замочили, напитали его И берем просто опудриваем корневую систему Да, прям вот прям перед высадкой непосредственно мы берем И здесь такая удобная есть формочка, салоночка Как бы посолил Да, и просто прям вот так берется раз-раз-раз ком опудривается со всех сторон равномерно Все, корень опудрился Ну по сути это как корневин то же самое? Или все-таки это что-то лучше? Это как корневин, но это лучше гораздо тем, что это не химического производства Это не кислота Это натуральный продукт, да? А здесь вот что-то скажешь про это удобрение? Это комплексное удобрение Оно дает хороший старт растению Максимальную приживаемость вашего саженца Как бы гарантирует то, что саженец хорошо приживется Хорошо перенесет вот этот стресс при пересадке Не будет пересыхать Он содержит большое количество Антистрассант, короче Да, антистрассант такой самый главный В нем большое количество морских водорослей В этом именно рецепте этого удобрения Оно будет удерживать хорошо влагу долго Растение не будет пересыхать Хороший водный баланс будет Оно отлично приживется Натуральный продукт Не забывайте, что это органик миф, опять же Это не химия Так, мы внесли, значит, биокорень Внесли вот это удобрение для посадки Дальше к чему мы приступаем? Дальше мы приступаем уже к кормлению Следующая вот мы увидели, что растение прижилось Прошло там 2-3 недели Растение пошло, стартануло Мы начинаем кормить К примеру, мы сажаем растения Люди по-разному сажают Кто-то сажает ранней весной Ну и предпочитает сажать только весной Потому что весной лучше приживается Кто-то там, ну понимаем, что растение сейчас выращивается в контейнере Поэтому можно посадить растение абсолютно в любой период времени Ну не считая зимы, понятное дело Я бы ориентировался не на какие-то сроки Ориентировался просто на старт вега Когда мы увидели, что растение пошло Оно уже не стоит, оно уже начинает расти Либо почки пошли, либо листочки начали расти Начинаем кормить нашим специализированным удобрением для гортензии Просто берем, вырыхляем в окружность вокруг растения В зависимости от того, какого возраста у вас растение Если это крупное растение, то 300 грамм Если это маленькое растение, то 100 грамм Вырыхливаем наше удобрение Но есть нюанс по поводу взрыхления Грунта именно под гортензией У гортензии поверхностная принялась тема Если корни уже плотные Да, если корни находятся на поверхности То мы рекомендуем способ внесения такой, что просто можно взять необходимое количество удобрений Берем земельку, с ней перемешиваем и досыпаем земельку Вот, это правильно, да, согласен Мы уже много раз это сами пробовали А если, допустим, смотри, люди используют мульчу То есть, допустим, я вот под гортензией использую кору лиственницы То есть, у меня там присыпка сантиметров 10 Ну, для того, чтобы сохранение влаги И у меня как бы каждый год я досыпаю кору Кора же она постепенно перегнивает, там уходит в землю и так далее Но мне, получается, надо кору уже убрать в любом случае А потом уже внести удобрение А потом обратно кору я уже ссыпаю Убираем аккуратненько, вносим удобрение И обратно все возвращаем на место Но удобрение является пролонгированным, да? Да, оно работает 45 дней 45 дней, то есть мы раз в 45 дней его используем Да, нам два раза за сезон нужно покормить этим удобрением А потом завершить осенний А завершаем мы осенним один раз? Один раз, один раз Один раз, то есть оно тоже является пролонгированным Так же на 45 дней А по расходу здесь какая-то есть мерная ложечка? Здесь есть мерная ложечка, которая удобно внести, есть и понятные, удобные инструкции, которые рассказывают, какие дозировки нужно вносить. Инструкция, кстати, очень подробная вообще, вот смотри, можно здесь посмотреть, все очень... Мерная ложечка 25 грамм, чтобы не пришлось скрыть руками, чтобы легко было отмерить, не пришлось искать весы. То есть, по сути, есть у меня небольшой растение, ну, к примеру, такой, да, то есть, это возьмем, вот сейчас это гортензия, у нас, значит, это у нас киломанжаро, здесь контейнер 7 литров, я думаю, что так, вот сюда грамм 100, я думаю, хватит. Ну, 150 даже можно, да. То есть, вот мы вытащим корневую систему, то есть, вот она, вот она, корневая система. Вот, даже что-то можно попробовать, как биокорник, вот биокорник, вот, 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 да. И вот, например, чуть-чуть наклоняем, и вот так вот просто чуть-чуть вращаем еще дальше, чтобы на весь ком попал у нас биокорник, и он, как бы, будет стимулировать развитие корневой системы. И вот мы со всех сторон, получается, опудрили. Опудрили, да, и все, и спокойненько подготовили яму с удобрением для пересадки саженцев, и посадили. Самое главное, не заглубить корневую шейку, это очень важно. Правильно посадить, это тоже важно. А еще мы ни слова не сказали про стимуляторы, которые у нас есть. Да, давай, расскажем. Волшебный, просто гениальный, великолепнейший стимулятор амино-рост, который просто на всей стадии вегетации можно им пользоваться. Как это для профилактики, вот он, он просто невероятный результат показывает. И будет меньше хлорозов, и растение будет развиваться быстрее, и цвет листа будет сохраняться, и бутоны будут усиливаться на более насыщенный, как более правильно сформированный. У меня вот есть гортензия одна такая, не буду на камеру сказать, но хотя все-таки скажу. Есть сорт один, краса лескового. Второй год с ней борюсь, пытаюсь ее вывести на цветы. И вот еще жемчужина фестиваля, вот есть сорта определенные, которые не доводятся до цветения. Кстати, вот мы были не так давно в Самаре, там у Содом-центра Юры Глухой, да, мы видели гортензию Touch of Pink. Вера Викторовна снимала в том году сюжет, вот Touch of Pink, они коротко обрезали, и она не доводила до цветения. В том году это просто идеальный шар, но цветов не было. В этом году ее вообще не обрезали, да, получились цветы, но цветы были очень-очень маленькие. Каким-то образом можно повлиять все-таки на размер цветков, вот именно этим аминростом? Или вообще в комплексе с удобрением? Это, конечно, в комплексе с питанием обязательно. Да, да, да. Это здесь цветение, это не только вопрос стимуляции, это вопрос, конечно, основное питание всегда в основе. То есть, по сути, если вдруг у вас, вы, к примеру, из южного региона, или вы, к примеру, из северного региона, но вдруг у вас не получается получить цветов, значит, какие-то есть проблемы. То есть, либо вы неправильно посадили, нужно пересадить, нужно землю поменять. Либо питание мы вносим, да, потому что все любят покушать, как говорится, мы сами любим покушать, и мы любим вкусного мяса поесть, там, да, там вкусно попитаться. мы люди они тоже они же как живой живые организм они тоже хотят вкусно поедли на тоже разные разные видания любит разная поэтому для гортензии есть специальные для гортензии удобрения для других культуры друг у нас получается есть вот это называемый рост они на мулятор до то есть органический симулятор роста и самый главный конечно что до белку а вот что за биотонус биотонус это тоже это иммунный стимулятор который на самом деле в течение сезона особенно если вот каждый год в своем регионе знает что у вас то погода нестабильная заморозки жара даже нету внимания перелива дожди жара вот если вы там раз в неделю появляется у тебя на участке нет возможности регулярно поливать пересыхает тот биотонская как ему на стимуляторы и антистрассант вообще идеальный средств в течение сезона можно им опрыскивать поливать и он поможет как бы справляться со внешними условиями по сути по факту у нас полный комплекс вообще здесь все не допустим таки вот прокислон давай на секундре скажи ну это вот натуральный натуральный подпис лепочек на основе натуральных минералов работа не расти первая голубика да растет да то есть я занимаюсь и толка гортензиями голубикой а еще и рода дендрами потому что это мои тоже основные направления про которые кстати мы потом на отдельный сюжет что поснимаем вот и у людей проблема в том что вот они сажают делают кислый грунт все вроде сделают нормально но при этом голубика не дает не ягод но не хватает кислотности то есть кислотность как она же вот у тебя есть уровень кислотность сделал там 35 да но у тебя уровень кислотности в почве допустим 7 и она через какое-то время опять выравнивается к 7 до с чего бы ты не делал и мы поливаем которые там и сама почва вокруг да но принципе не нужны никакие будут не электролиты не какие там кислоты вот эти автомобильные аккумуляторные кислота которые люди регулярно нужно носить подкислитель просто регулярно взяли прочитали высаживаем сажен с 200 300 грамм на растения добавили посадочную яму также вместе с питанием и все и посадили какой порошковый сера не покупайте не порошковую серу не вот эти коллоидные серы не вот эти автомобильные знаете это как в газеты статья была там аккумуляторная кислота а как этим пользоваться а как это да можно то руки жечь что еще что-то наш кислота опять же а здесь вот пожалуйста вам натуральный безопасный кислоты вот кстати хочу еще сказать что чем хорош органик микс в целом потому что все таки это можно это будущее инновация новейшин именно этих удобрений потому что минералка есть минералка химия есть химия после химии все равно мы там потреблять какие-то продукты не можем так быстро пока это все не уйдет да там но не растворится как-то не исчезнет органик это как вот органическая то есть по сути я обработал и могу сразу поесть и мне никакого вреда не будет плюс мы свою почву не убиваем а наоборот на стоянно усиливаем дороже микроорганизм работает все это натуральность да но круто что сказать я питомник гортензии . р.ф. буду пользоваться стопроцентно органик микс я за наш продукт именно за наш продукт и за органик микс обязательно присылайте показываете результат обязательно будем кстати на еще я думаю как вариант вот где-то там был корень да да я вот в этом году буду пытаться очеренковать гортензии хотя и умею это делать я это делал на лет 15 назад ну вспомни ничего страшного процедура я все знаю но мы раньше использовали индолилу макс у кислоту ну то есть называемый это уксин да там использует там корневин тот же самый а кто-то вообще ничего не использует вот но опять же результат есть результат а если я в этом году попробую биокорень я обязательно пришлю результаты покажу как я я сделаю так вот то есть образцы кассету сделаем биокорень кассету там на корневине и без корневина и без всего и вот такой тройной результат тройная тройная корона такая будет я думаю будет прикольно вот да 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 и обязательно конечно же посадим гортензии с удобрением все это будем испытывать в грунте и в теплице но в теплице я думаю смысла нет потому что люди же не вращают гортензии в теплице контейнер сейчас это очень модно зона патио дозу микс бордера зона патио кстати мне еще очень нравится сюжет такой что сейчас гортензии так и стало много изобилий гортензии то есть разные высоты ростовки можно создавать настоящие оазисы то есть когда ты делаешь разную вырос разная ростовка создаешь разная скульптура то есть к примеру захотел себе сделать водопад из гортензии да то есть взял там низкую гортензию там сантиметров 50 там полистар какой-нибудь little spooky повыше там 40 примеру какой-нибудь даймонд руш там magic ламон блан там фрайс мельбу ванилу фрайс там polar bear и какую-нибудь гранди флору да то есть мы можем многоярусную эту создать идею и это в ландшафтной индустрии будет смотреться вот в саду просто фантастически красиво и это все если совместно с organic mix вот совсем вот этим вот этим чудом вот с этим добром я думаю что мы получим и добьемся самых высоких результатов с вами был андрей малышев андрей испытатель разработчик разработчик ну андрей малышев садовник просто садовник